Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 17 июля, 509 день войны. Собрали для вас все самое важное. Взорван Крымский мост. Опять, на этот раз со стороны Краснодарского края обрушился один пролет автомобильной дороги. Еще как минимум один сдвинут и поврежден. В это время там были автомобили с людьми. В одной машине погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их 14-летняя дочь серьезно пострадала. Сейчас ее отвезли в больницу. Атака произошла в районе 3-3.20 ночи. Жители Керчи слышали звуки взрывов. Вот так место подрыва выглядит сейчас. Видны характерные повреждения именно для подрыва. И похоже, что взрыв был снизу. Либо заложили бомбу, либо использовали надводный беспилотник. О такой возможности уже пишут российские источники. Обвиняют украинских военных, ну а те не торопятся брать на себя ответственность за взрыв. Хотя вряд ли это мог сделать кто-то другой. Вот спикер Южного фронта ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что это может быть провокация российских военных для срыва зерновозделки. Но как-то уж слишком странно ради этого подрывать мост. Тем более, что Путин и так грозил сделку не продлевать. На подрыв морскими дронами может указывать еще один факт. Вчера, 16 июля, российские военные подорвали в акватории некий вводный мотоцикл, который был начинен взрывчаткой. Вы видите сейчас, как это происходило. Конечно, свидетельств, что именно такие дроны использовались в атаке на мост нет, но мы знаем, что ВСУ уже много раз применяла морские беспилотные лодки «Камикадзе» и для атак гавани Севастополя, и для ударов по российским кораблям в море. Правда, безрезультатно. Российские власти закрыли движение по мосту и объявили, что легковые машины могут покинуть Крым на пароме, а грузовые только через сухопутный коридор, то есть по оккупированной территории неподалеку от линии фронта. Непонятно, что происходит с паромной переправой через Керченский пролив. Сначала объявили, что она закрыта, потом, что открыта. Похожая ситуация была и в прошлый раз. Силовики уже завели уголовное дело по теракту и заявили как раз об атаке морских беспилотников. А Аксенов вообще заявил, что это ЧП. Чрезвычайная ситуация на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту. Причины выясняются. На месте работают правоохранительные органы. Ну а что, действительно, всего лишь ЧП. Никаких поводов для паники нет. Если серьезно, нужно понимать следующее. Украинские власти много раз заявляли, что Крымский мост – это военная цель. И находиться там любым гражданским автомобилем смертельно опасно. Не нужно ехать в Крым, не нужно ехать поближе к войне, потому что это может стоить вам жизни. И заканчивается такими ужасными трагедиями, как произошла с семьей из Белгорода сегодня. «Все не оставаться здесь! Все не оставаться здесь! Бобка ведется!» «Спасибо, что вы не разошлись, не бросились меня. Один за всех! И все за одного! И все за одного! В эти выходные еще одна группа вагнеровцев отправилась в Беларусь. Вот такие кадры публикуют Z-военкоры. Колонна из минимум 50 единиц легковой и военной техники была замечена на трассе М4 Дон. А еще на российско-белорусской границе появился флаг ЧВК. Повесили его со стороны российского КПП, которая ведет на трассу до палаточного лагеря вагнеровцев в белорусской деревне Цель. До конца не ясно, что по итогу наемники будут делать в Беларуси. Некоторые источники сообщают, что вагнеровцы станут частью региональной группировки союзного государства в Беларуси, а финансировать их будет Российский Министерство обороны. Но подтверждения этому пока нет. Госпогранслужба Украины же полагает, что их могут задействовать для провокации на украинской границе. Своя версия о причине переброски вагнеровцев в Беларусь есть и у депутата Картополова. Понятно, что вагнера ушли в Беларусь, чтобы обучать белорусские вооруженные силы. На самом-то деле ведь не только. Не только. И не столько. Есть такой Сувалкинский коридор. Как очень хорошо знать, что это такое. Все хорошо знают. Да, все хорошо знают. И вот этот Сувалкинский коридор в случае чего. Нам очень нужен. Оказывается, это опять великая мудрость и стратегия Путина. Но давайте посмотрим, где находится этот Сувалкинский коридор. Это территория на границе Польши и Литвы. Да, в случае захвата этого коридора Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО. Говорит, что вагнеровцы взяли бы такой коридор за пару часов. Интересно, как в этой ситуации отреагировали бы страны НАТО. С одной стороны, нападение на страну НАТО. С другой стороны, какими-то бандитами. И у Беларуси теперь ядерное оружие. В целом, конечно, группа Вагнера туда войти может. Но, конечно, это ненадолго. На несколько часов максимум. Тем временем, немецкое издание ФАС сообщает, что в российских кинжалах и Искандерах обнаружили западные комплектующие. Компоненты для российских ракет поступают из США, Швейцарии, Германии, Японии. В России они уже попадают традиционно, либо через Китай, либо через Центральную Азию. К сожалению, благодаря этому России удалось за последний год увеличить производство ракет в два раза. Ну а рубль продолжает дешеветь. Сегодня на открытии торгов евро достиг почти 102 рубля. Доллар тоже растет в сравнении с пятницей. В июле его максимум был почти 94 рубля. В основном такая динамика котировок связана с внутренними событиями и факторами внутри страны. Но что касается евро, то в последнее время он в целом укрепляется на мировых рынках. Чего не скажешь о рубле. Вот такие новости сегодняшнего утра. И как обычно, если выпуск получился полезным для вас, прошу поставить лайк, комментарий написать, стать патроном нашей передачи. Это можно тоже в описании к этому видео. Спасибо всем, кто смотрит. Вчера был выпуск самого важного итогов за неделю. Не забудьте тоже посмотреть, он на отдельном канале теперь. Всем спасибо, до завтра.